Как бы мы не любили сладости и десерты, рафинированный сахар, который большинство из них содержит, совсем не любит нас. Зная о вреде сахара, отказаться от него полностью могут лишь самые стойкие. Для большинства такое решение далеко от реальности. Не съесть с друзьями мороженое, не выпить в кафе лимонад и отказаться от кусочка торта на дне рождения подруги, для многих это звучит похуже, чем монашеский обед. Куда более реальный вариант, начать с того, чтобы отказаться от рафинированного сахара у себя дома и в офисе, заменив его на натуральные подсластители. Среди моих любимых альтернатив сахару, которые я использую на своей кухне, три варианта, которые сделают вас и ваше питание немного лучше. 1. Стевия. Если раньше на первое место я бы поставила мед, то сейчас его занимает стевия. Эта сладкая трава является самым нейтральным подсластителем. Стевия не влияет на уровень глюкозы в крови, не содержит калорий и не имеет каких-либо противопоказаний для употребления. Также стевия легко выдерживает высокие температуры, поэтому в отличие от меда ее можно добавлять в горячие напитки и выпечку. Можно найти просто сушеные листья стевии, цельные или измельченные в зеленый порошок. Сухие листья помимо сладкого вкуса сохраняют и свои полезные свойства. Сухую стевию используют прежде всего для добавления в чай, а в некоторых аптеках встречаются уже готовые травяные сборы с добавлением стевии. Листья стевии слаще обычного сахара примерно в 20 раз, поэтому ее нужно добавлять совсем немного. Также стевию можно вырастить самим и добавлять в напитки свежие листья. Трава стевии всем хороша, кроме одного. У нее довольно специфический привкус. На меня он действует почти так же, как вкус лакрица, сразу хочется выплюнуть и чем-нибудь запить. Поэтому вместо листьев стевии я часто рекомендую ее экстракт, стевизоид. Этот продукт уже не является цельным, но по-прежнему не влияет на уровень глюкозы в крови и не имеет побочных действий, если не употреблять стевизоид килограммами. 2. Натуральный мед. Сырой натуральный мед сложно назвать заменой сахару, потому что это настоящий суперфуд, содержащий витамины, минералы, аминокислоты и ферменты. Мед обладает антибактериальными и очищающими свойствами. В аюрведе сырой мед рекомендуется включать в рацион тем, кто хочет снизить вес. Благодаря своему богатому составу мед выручают, когда нет времени перекусить, достаточно выпить травяной чай с медом и на какое-то время можно забыть о голоде. Мне нравится добавлять мед в теплую воду с лимоном и имбирем, смузи с миндальным молоком, десерты из орехов или использовать для приготовления салатных соусов. Я люблю мед, но уверена, что это один из тех продуктов, с которым не стоит перебарщивать. Одной чайной ложки меда вполне достаточно. Максимум 3 чайной ложки в день. Мед не подходит для выпечки и любой тепловой обработки, так как при нагревании выше 60 градусов в нем образуются канцерогены. Поэтому мед не стоит добавлять в горячий чай, используйте его только в теплых напитках. 3. Сироп топинамбура. В тех случаях, когда не подходит мед из тевия, я выбираю сироп топинамбура. Такой сироп готовят из клубни топинамбура, который еще называют земляной грушей. В отличие от меда, сироп топинамбура отлично выдерживает нагревание, поэтому подходит для любой выпечки и горячих блюд. Также сироп легко растворяется в жидкости и его удобно добавлять в холодные напитки. У него нет специфического вкуса, как у стевии. Еще один плюс, его низкий гликемический индекс – 13-15. Сироп топинамбура. Это что-то вроде российского аналога сиропа агави или кленового сиропа. Определенно, этот вариант лучше, чем обычный сахар. Но и здесь нужно помнить, что любой сироп является концентрированным подсластителем и не является цельным продуктом. Проявляйте умеренность и не пейте сироп стаканами. Если ни один из предыдущих вариантов не подходит, я бы использовала нерафинированный кокосовый сахар или гур, неочищенный сахар-сырец, получаемый выпариванием сока сахарного тростника или различных видов пальм. Также в некоторых десертах сахар отлично заменяют финики. Пару фиников можно добавить для сладости в смузи, смешать в блендере с горячим шоколадом или ореховым молоком. И, наконец, спелые сладкие фрукты и ягоды, их нельзя размешать в чашке чая, но если их есть до еды, они легко усваиваются и отлично утоляют потребность в сладком. Источник. Ставьте отметку «Нравится». Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. С вами была Алиса Иванова. Спасибо.